Славянская радио Всем здравия! С вами Алексей Орлов и Всеслав Глоба. Здравия, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, слушатели! Вот перед вами прозвучала запись. Вы задавали вопросов в чате, и мы решили, Всеслав, выйти в живой эфир для того, чтобы как-то подвести уже итог в живом эфире того, что вы услышали. Во-первых, напишите, понравилось вам или не понравилось. Хотелось бы послушать ваше мнение по поводу того, насколько имеют право вот такие записи быть, которые записываются предварительно, потому что было свободное время записаться, и потом выкладываются в определенный день. Это первый вопрос ко всем вам. Ну, а второе уже, наверное, я буду задавать вопросы, которые поступили в эфир во время того, когда вы слушали эту запись, и буду их озвучить. А Всеслав будет на эти вопросы давать ответы. Я, если что, помогу в силу своих возможностей и понимания. Итак, первый вопрос поступил от Павла Рижанина. Вопрос в эфир. Всеслав, а как бороться с похотью? Я даже немножко опешивал. А почему она возникает? У меня встречный вопрос. Если человек стремится к родной традиции, стремится к Богу, откуда у него может возникнуть похоть? Но если человек с улицы, ну понятно, откуда у него может возникнуть похоть. Но тогда ему, наверное, всё равно, есть она у него или нет. Наверное, ему даже это нравится. Ну, хорошо, давайте предположим, что человек, интересующийся рода Божиим, родной традицией, культурой, ведическим мировоззрением, всё равно испытывает похоть. Ну, бывает и такое. Значит, нужно определиться с варной, кто испытывает похоть — рабочий, хозяин, воин или священнослужитель. И в соответствии с варной принадлежностью уже есть определённые рекомендации. Рабочему надо жениться и детей штамповать. Таким образом, он будет бороться с похотью. Хозяин должен уже включать в свой режим дня молвление, славление Всевышнему роду прародителю. С тем, чтобы уметь похоть перевести в Любовь, поскольку хозяева уже обладают силой возгонки энергии верхней чакры. Они в соответствии с ведическим мировоззрением допущены к изучению ведических знаний и обязаны уметь пользоваться микрокосмической орбитой, чтобы во время дыхания, ну это самый простейший вид пранаямы, чтобы во время дыхания энергию из нижних чакр возгонять в верхние чакры. Ну, в данном случае для хозяина сердечная чакра доступна. Именно поэтому о них говорят «гарна людына». То есть, людына, которая ведает Любовь, которая хорошая, достойная, уважаемая, а значит, Любовь доступна и изведана. И вот похоть надо переворачивать в Любовь для хозяина самым простым способом. Для воина там посерьезнее, там можно обращаться к женским божествам, чтобы они излишнюю мощь, которая проваливается в нижние чакры воина, по каким-либо причинам, хотя не должна, но бывает по каким-либо причинам, чтобы женские божества забирали излишек. Или тогда ему нужно советоваться со священнослужителем уравновесить себя достойной женщиной, которая сможет создать ему равенство его потенциалов. Но только инь потенциал, для его ян потенциалов. Или для его небесной ха, свою небесную тха. Отсюда, кстати, йога называется хатха-йога. Это же фундамент тантра-йоги. Без хатха-йоги тантра-йоги серьёзной быть не может, потому что дом, построенный на песке, рухнет, и нужен мощный фундамент. Этим и является хатха-йога. То есть воину уже надо заниматься хатха-йогой, чтобы преодолеть эти вещи. А вот чтобы похоть возникла у священнослужителя, ну это нонсенс. Такого, может, просто не бывает, потому что священнослужитель в предыдущих сотнях воплощений уже побыл рабочим, хозяином и воином. То есть он совершенный рабочий, совершенный хозяин, совершенный воин. Поэтому он взошёл в арму священнослужителя по ступенькам эволюции. То есть несовместимые вещи, похоть и священнослужитель. Вот так кратко ответ на вопрос. Слушай, Всеслав, а может быть здесь разные термины какие-то применяются? Вот слово «похоть», может быть, один воспринимает как что-то одно, а ты воспринимаешь как что-то другое? Давай расшифруем тогда, а что ты имеешь в виду по словам «похоть» на тот термин, расшифруемый, на который ты отвечал? Ну, лично я предполагаю, что похоть – это не безудержное желание секса на нижней чакре. То есть когда язык выбранный… При отсутствии любви, а вот просто «хочу», вот человек опрёт «хочу», глаза на лоб, и он ищет, кого поймать и где-нибудь притоптать. Ну, имеется в виду представителя противоположного пола, мы же не рассматриваем извращение. Не, ну, раз уж мы рассматриваем похоть, то это во всех возможно. Я не знаю, может, катком решил притоптать, как курицу, да? Когда курица, так каток проехал, спрямился, ух, притоптал, так притоптал. Ну, ладно, хорошо. Павел, пожалуйста, если здесь какие-то уточнения из услышанного, или ты хочешь сформулировать более подробно, что имеется в виду похоть в твоём представлении, то тогда, пожалуйста, можешь это сделать. Сейчас, пока не поздно. А то вдруг мы ответили не на то, на что ты хотел услышать ответ, и, может быть, не о том вопрос задавал. Дальше следующий вопрос от Павла, тоже из Риги. Вопрос в эфир. Всеслав, если я от девушки хочу в основном душевного и эстетического наслаждения, но похоть тоже есть. Но похоть тоже есть. Как стеснить похоть? Ещё вопрос. Мне счастливый человек сказал, что если ты хочешь, чтобы девушка ответила тебе взаимностью, нужно воспринимать её как богиню, потому что они и есть богиня. Ну, имеется в виду, она и есть богиня, написано они. Она и есть богиня. И тогда она сама почувствует твоё к ней тепло. Как относишься к этому? Ну, как я отношусь к чьим-то внутренним переживаниям? Скажем так, положительно. Человек имеет внутренние переживания, старается самоисследованием заниматься. Ну, это хорошо, что он старается заниматься самоисследованием. А если его интересует ответ на этот вопрос, то просто в предыдущем, скажем, ответе уже ответ был там. Люди, наверное, не очень себя понимают, как тут такое похоть, и поэтому совмещают вот эти добрые эстетические ощущения от женщины с похотью. Ну, вот я потому и задал тебе уточняющий вопрос. Потому что похоть, на мой взгляд, это когда слюни до колен, язык на плече, глаза смотрят вперёд, как телескопы, и, как там кто-то рассказывал, набрасывается на всё, что движется. Вот это, мне кажется, похоть, когда не может человеку удержаться. А когда это здоровое сексуальное влечение при соблюдении всех норм этики, понимания, здравомыслия, желание совместного что-либо породить, а не просто так под забором и разбежались, как это у нас в эфире это звучало, да, вилка с розеткой встретились, потом раз и в других уже ищут вилок и розеток. Вот, тогда всё становится на место. Поэтому я хотел уточнить, всё-таки Рижанин, а вот он уточняет, да, похоть именно секс, благодарю, понятно. Так нам непонятно, что ты имел в виду, секс в каком варианте. Ну ладно, потому что здесь видишь, что написано, это интересно получилось. С одной стороны, он пишет, что с девушки к девушке хочет в основном душевное, эстетическое наслаждение, но похоть тоже есть. Давайте тогда всё-таки расставим точки над «и». хлопчики, ну или ребята, там, или молодые люди похотью называют сексуальное, вернее так, половое возбуждение. Потому что слово «секс» мы уже разобрали. Половое возбуждение. Так, а при чём тут похоть и половое возбуждение? Похоть — это желание, ну скажем так, эксплуатировать половое возбуждение вопреки любви, вопреки здравому смыслу, вопреки потере здоровья, вопреки того, что семя оскверняется выбрасыванием его в мусорный ящик. Вот это похоть. А половое возбуждение, так извините, это естественная реакция организма на соприкосновение двух полярных энергий, мужчины и женщины. И если половое возбуждение возникает во время любви, так это нормально и правильно. Иначе детей не будет, потому что эрекции не возникнет. Ну давайте уже вещи своими именами называть. И если вот во втором вопросе человек испытывает в общении с девушкой или женщиной высокие чувства, в том числе эстетические и прочее, и при этом испытывает половое возбуждение, значит он живой и здоровый. Просто это нужно возгонять в верхние чакры и переводить в разряд любви. Не бывает любви без полового возбуждения. Ну имеется в виду в близком контакте с женщиной, наедине там в интимной обстановке. Иначе мужчина просто тогда признаётся импотентом. А то, получается, ребята в крайности бросаются. А зачем бросаться в крайности? Нам боги и предки заповедовали соблюдать золотую середину. Нам крайности не нужны. Он уточняет, Павел. Я имел в виду, что похоть — это желание секса. Ну вот ты ответил. Тогда у меня стоит вопрос. А почему тогда с той девушкой, с которой возникает желание эстетического наслаждения и душевного наслаждения, почему тогда ты такие слова как похоть применяешь? Это первое. Второе. А почему именно с этой девушкой ты свою жизнь не связал? Ведь когда человек полностью в жизни счастлив, у него есть, ну, у мужчины есть супруга, а у женщины есть супруг, который полностью во всём соответствует второй половинке, тебе в частности, и они хороши и в душевном, и в эстетическом наслаждении, в том числе и в сексуальном, тогда вот как раз это всё вместе соединяется. Это как раз то счастье, о котором многие мечтают. И вот как раз тут-то хорошо бы детей-то и рождать, чтобы дети тоже в счастье рождались, и в эстетическом, и в душевном, и в сексуальном. Всё тут вместе. Может быть, как-то не с той стороны ты вопрос задал, может, не с той стороны подошёл, или мы что-то в этой жизни не понимаем, или, может быть, ты связан какими-то узами с другой женщиной, с которой у тебя каких-то описанных здесь явлений не происходит. Вот здесь надо более глубоко разбираться. Это как в анекдоте, уж извините, расскажу. Вовочка сидит на уроке, а учитель спрашивает, о чём ты думаешь, Вовочка? Почему там контрольный пишет? Он говорит, я думаю, кем мне стать. Говорит, ну а кем ты хочешь стать? Ну я вот думаю, стану-ка я сексологом. А что такое сексолог, Вовочка, объясни. Ну сексолог, а давайте я не буду объяснять, просто я вот пример приведу. Стоят две женщины, одна лижет мороженое, другая кусает мороженое. Кто из них замужем? Учительница говорит, ну наверное та, которая лижет. Неправильно. Это вам надо к сексологу. Замужем та, у которой на пальчике кольцо. Ну давай дальше продолжим вопросы задавать. Так, вопрос в эфир. От Сергея из Твери. Уважаемый Всеслав, если варианты активной йоги, то есть совмещать с трудовой деятельностью, не отрываясь от основной деятельности, по-моему, связь должна всегда присутствовать. Мы уже в записи озвучили эту тему, что йога — это совершенство во всём. И в данном случае совершенство связит с Богом. И ноги за уши при этом закладывать не нужно. Человек должен, задающий вопрос, правильно понимать, что такое йога. А если он имеет в виду какие-то асаны йоговские, ну, например, хатха-йоги, то есть определённый комплекс асан, который очень много времени не занимает, но позволяет восстановить силу здоровья, выносливость. И его вполне можно успеть сделать в перерыве на обед, занимаясь активной трудовой деятельностью. Хорошо. Анастасия Рысь. Вопрос в эфир. Всеслав, были ли в славянском мире женские практики с каменными яйцами для укрепления мышц лона и совершенствования иньской энергии? Если были, то правда ли, что яйца из нефрита самые подходящие для этих практик? Вопрос хороший. Вот уже на более высоком таком уровне осознанности. Я благодарю девушку за этот вопрос. Анастасия. Анастасия, благодарю вас за этот вопрос. Смотрите, что происходит. Сейчас в основной литературе по дао-любви, ну это, скажем так, жёлтые народы. Далее по тантра-йоге, только классическое. Это красные и чёрные народы. Имеется в виду цвет кожи. Всё вот это присутствует, описано. И везде говорится, что да, нефритовые инструменты, в данном случае форме яиц, наиболее подходящие. Да, наиболее подходящие. Потому что с точки зрения гигиены и с точки зрения излучения этого камня, его планеты-хозяйки и прочих-прочих астрологических и эзотерических характеристик нефрита, да, наиболее подходит. Но начало вопроса было в том, что было ли в славянских практиках. Тогда у меня встречный вопрос, он же и ответ. А разве перечисленные источники и перечисленные народы всё взяли не от славян, а ариев? В соответствии с ведами всё они взяли от славян ариев. И на эту тему даже в индийском мире научных и священнослужительских слоев населения был скандал, когда учёный-пандит, то есть практикующий учёный Тилак, издал свою книгу «Арктическая прародина в Ведах», где доказал, что те самые Риши, которые принесли Веды в Индию, пришли с Северного полюса. Поскольку там все созвездия, указанные в Ведах, именно так расположены, как указаны в Ведах. Извините, а на Северном полюсе была Даария, или Аркагея, или Гиперпорея, где жили наши предки, славяна Арии. И когда они пришли в Индию, они всё принесли это и подарили населению Индии. Это население состояло из их же братьев, которые по определенным причинам раньше туда перебрались. И плюс тех народов с чёрным цветом кожи, которых мы в соответствии с летописями староверов спасли с погибшей планеты Дэй. И в соответствии с их полагающимся, их здоровью благоприятным климатическим поясом, разрешили им жить на полуострове Индостан и в Африке. Соответственно, жёлтые народы, по тем же ведам, это были наши союзники в небесной битве Белобога и Чернобога. Они также обладали космическим флотом, как и наши предки. И поскольку союзники нам помогали, мы им выделили те территории, где они в принципе сейчас и живут. Вьетнам, Корея, Монголия, часть Тибета и Китай. Так от кого они приняли эти знания, если они как союзники, им было разрешено жить на нашей земле? Вот они прилетели, организовали, ну что-то типа вот в Москве есть посольство, там или в любых столицах других государств. Так и на этой планете. В качестве, ну скажем так, территории посольства выделили были территории земли. А откуда они культуру взяли? Хозяев этой земли. От нас. То есть ответ — да. Но дополнительно ещё нужно учитывать, что когда человек духовно растёт, развивается, он обретает так называемое второе рождение. То есть рождение не только в теле, но и в духе. Обычно обретают второе рождение уже как принято, и в ведах об этом говорится, это воины и священнослужители. А хозяева готовятся к этому второму рождению, а рабочие готовятся стать хозяевами. Так вот, человек, обретший второе рождение, не только в теле, но и в духе, он уже состоялся как человек, владеющий, скажем, чакрами вишудха или устав в нашей традиции, или, значит, аджна-чакра, или чайло в нашей традиции. И с помощью этих чакр, а также совести и интуиции, он уже общается с представителями Небесной Руси, то есть богами Мирослави. И, соответственно, у них может брать советы и получать от них этот совет, осознанно советуясь с ними в медитациях, в молвлениях, в гимнах. И, значит, он может получать советы, какой ещё минерал или металл, или ещё какой-то, значит, инструмент, главное, чтобы он гигиенически соответствовал необходимым условиям, может быть использован как аркан для улучшения деятельности, в данном случае свадхистана чакры. И помимо, скажем, нефритовых яичек, очень большой комплекс упражнений в нашей традиции, который позволял правильно, скажем так, взращивать мышцы лона, а также мышцы вообще всей брюшной полости. Ну, те же самые упражнения йоги, там Наули, Удена, Бандха, Яни, их показывают в своём фильме «Как прожить 24 часа под благословением Бога». Он на сайте Рода Божия есть, и на его странице в Ютубе тоже выложен. То есть, это целый комплекс упражнений и яички, в данном случае, это одно из многих упражнений. Вот это будет полный ответ на вопрос. Хорошо. Следующий вопрос от Рукоминона. Зачем великодушным азам возвращаться в четырёхмерный мир Яве, ежели они прошли все уроки здесь, в нём? Ведь им нужно продолжить развитие в более многомерных мирах, а не оставаться, грубо говоря, на второй год в одном и том же классе? Либо я не понял вопрос, либо человек, который его задал, не очень понимает сам, о чём он говорит. Но я на самом деле понял вопрос. Здесь задается вопрос следующего характера, что если наши родичи это потомки богов и сюда они приходят для того, уже в том виде, как есть, то, что называется расой, для того, чтобы пройти какие-то уроки и продолжить своё развитие по золотому пути восхождения, то зачем им ещё раз здесь на Земле воплощаться? Прошёл урок, если всё хорошо, то есть первый класс закончил, всю одежонку здесь сбросил, знания взял, учебнички старые сдал, которые ненужные уже, знания взял и пошёл в какое-то другое воплощение, в другие миры, через частилище, если нужно пройти, через Нави мир и распределение получаешь уже в следующий класс, на другую Землю, где уже не четыре измерения, а, например, там 8, 16 или 32 измерили, а может быть и сразу больше. Вот что имелось в виду. То есть зачем человеку вторую жизнь, или третью, или четвёртую из расы? Зачем ему здесь эти жизни дополнительно проживать? Зачем перерождаться здесь на Земле в четырёхмерном мире? Вот я поэтому и сделал вид, что вопрос не понял. Потому что человек, задающий вопрос, сто процентов не читал Кощуны Финиста, где всё это, извините за оружие, или разжёвано. И очень полезно их было бы почитать. Потому что разжёвано там от и до. Четырёхмерный мир — это мир материальный. А все вышестоящие миры — это миры психоэнергетические. И человек, сколько бы ни крутился в психоэнергетическом мире, он может давно быть Богом мира слави, но он никогда не станет Богом мира прави. Вы хотя бы почитайте, не хотите считать Кощуны Финиста, хотя бы почитайте «Клубки песен птицы Гамаюн», когда Перун низверг с небес Бога Велеса, об этом, кстати, в Велесовой книге сказано. И Бог Велес вынужден был, а низверг, а почему? Потому что недостоин на тот период был стать Богом мира прави. Будучи Богом мира слави, имея по праву рождения от небесной Богородицы Зимун, которая являлась богиней мира прави, он имел вход в некоторые миры прави. Ну а вёл себя ещё как бы недостойно для Бога мира прави, находящегося за пределами пространства и времени. Вот как раз именно в психоэнергетическом мире. И Перун его за недостойное поведение низверг на землю. И все великие святые богов мира слави, которые там много, десятков и тысяч измерений освоили, обычным проклятием сбрасывали в материальный четырёхмерный мир за то, что они недостойны ещё находиться в этом мире, потому что они не избавились от гордыни, тщеславия, различных ложных установок и искажённого мировоззрения. Поэтому мир четырёхмерный, яви, это лекарство, это, скажем так, и школа, и лекарства, и больница одновременно. Потому что здесь, преодолевая сопротивление материи, испытывая страдания в этом мире, которое в видах называется мритью лока, мир смерти и страданий, они как раз-то и вырабатывают себе наивысшие духовные качества, чтобы обрести опыт, позволяющий им сжечь все материальные тела и психоэнергетические тоже на огне кундалини, а это уже чистая тантра-йога, это, скажем так, кульминация тантра-йоги, её высшая точка, и загореться в качестве звезды вместе со своей второй половиной, родив планетарную, солнечно-планетарную систему. Это и есть высшая ступень тантра-йоги, это и есть высшая точка перехода человеческого существа и статуса Бога Мирославия, о котором парень спрашивал там измерения всякие изучающего. в Бога Мира праве, а иначе можно так извечно колбаситься в психоэнергетическом мире, который тоже относится к материальному, только более энергетически высокому по вибрациям. Но они также находятся в колесе сансары, то есть цепи рождения и смертей. Сколько бы они не пребывали в этих высоких мирах, рано или поздно благая карма заканчивается, его вызывают на ковер и говорят «все, допрыгался, твоя благая карма кончилась, тебе пора на землю, зарабатывай новую или становись Богом мира прави». «Ты все хорошо понял, да, вот тебе программа на воплощение, вот твои белые пятна эволюционные, которые ты еще не заполнил, вот иди и заполни. Хорошо, скажи, пожалуйста, а есть ли такое предположение хотя бы о том, что наша Земля не одинока во Вселенной, где представители расы могут и другие тоже существа проходить свое совершенствование, развитие, проходить уроки? Ведь вполне возможно, что миров огромное количество и не исключено, что и физических миров огромное количество и измерений в этих мирах огромное количество. Я, например, лично не исключаю того, что помимо Земли существуют и другие Земли, которые, ну, Земли Миткарта имеется в виду, существуют другие Земли, где условия несколько отличаются, но при этом есть своя физика и человек расы, оставив здесь учебнички и одежку, туда может попасть после перенаправления, после решения и там проходить обучение в новом теле, в новых мирах, в новых измерениях и набираться уму-разуму для перехода, например, в третий класс. Ну, ответ будет таким. В Ветах сказано, нет ни одной незаселенной планеты в этой Вселенной и во всех лежащих Вселенных и во всем мироздании. и есть планеты, находящиеся в четырёх измерениях, а есть в пяти, в шести и так далее. Но материальные планеты именно с четырьмя измерениями не только Земля, потому что в традиции землями назывались планеты, а греческое слово планетос, оно совсем недавно вошло в наш лексикон, в прошлом веке всего до нас. Блуждающая звезда. Земля это значит не только наше Мидгард, а и Ингард, из которой прибыли большинство наших предков и так далее, и так далее. Ну, видимо, вот это имел в виду? Аркулин, как-то вопрос. Да, я это имел в виду, но когда я говорил на Землю, это значит на материальную планету с четырьмя измерениями. Вот это я имел в виду, а не только наше Мидгард. Да, можно попасть на соответствующую, но есть же еще один момент. Если ты один раз родился вот на планете, на нашей Мидгард-Земле или на планете Земля, то ты отсюда никуда не денешься, пока полный курс уроков этой Земли, который называется колесо Санцары именно планеты Земля, Мидгард-Земли, он не пройдет, потому что она богиня, мать Сыра Земля. Это завуч учебной школы, одной из учебных школ, одной из 27 планет учебных школ Солнечной системы. То есть, это супруги Ярилы Трисветлого или Сурьи Небесного. У него 27 супруг, или астрономы, 27 планет. И каждый является заведующей учебной частью своей школы, а директор он во всех 27 школах. И как вы собираетесь с одной школы перейти в другую, если вы экзамены еще не сдали? Поэтому вот пока здесь экзамены не сдадите, будете здесь и рождаться. Да, опускаться в Чистилище, да, подниматься там в Небесную Русь именно нашей планеты. Да, можно путешествовать на соседние, в гости, а потом закончить здесь уроки и сдать экзамен. А вот сдали экзамены, тогда пожалуйста, путевка в жизнь на другие планеты и миры. Извини, сейчас, секунду, и даже в нашей Солнечной системе есть сведения о том, что Земля имеет школу, где соотношение добра и зла 50 на 50. Венера, ближе стоящая на орбите к Солнцу, имеет 60% зла и 40% добра. А Марс, чуть дальше нас находящийся, или Земля-Арея на орбите, он имеет соотношение 60% добра и только 40% зла. И так далее, там Юпитер, Сатурн, Марс и так далее. Так вот они следующие классы внутри Солнечной системы, на следующих планетах, вышестоящих по отношению к нам. А директор Ярила Трисветлый или Сурья Небесный, и пока директор не примет у вас экзамены на всех 27 планетах, никуда вы от него не денетесь, уважаемые. любите батьку и не мечтайте там о соседней школе, пока не сдали экзамены в этой. Я тебя понял. Я думаю, что как раз Аркуинон задавал вопрос такой, что изначально он же написал, что великодушным азам, то есть великой душой, азы, то есть те, которые уже достигли уровня Бога на земле, вот им, наверное, уже здесь... Бога мира слави, но не прави. Нет, азы, он написал именно азы, бог живущий на земле в облике человека, он это, скорее всего, имел в виду, я же просто смотрю на этот вопрос. И поэтому, когда он достигает этого уровня, то как раз стоит вопрос, ну что, молодой человек или девушка, готовы вы дальше продолжить обучение или в солнечной системе о чем-то говорил, или в другой системе другого светоча, или там еще чего-то, может быть, перейти на другие миры с большей мирностью. Так что здесь нисколько, мне кажется, это не противоречит тому, что ты сказал, просто в данном случае вопрос был именно уже про азов, то есть те, которые великодушны, азы, это уже боги в теле человеческом на земле, достигшие просветления, понимания, развязавшиеся клубочки, узелки кармические и прочее, прочее, прочее. Так что, то, что ты говоришь, это все правильно, здорово, отлично, но вопрос был как раз по азам. Ребятам крутым уже... Так все мы азы, Лёша и уважаемые вопрошающиеся, все мы азы, просто на разном уровне сознания находящиеся, то есть в разном классе школы жизни учащиеся. И вот так как ты сейчас рассказал развязавшиеся кармические узелочки, это уже, извините, нужно трансформы достигать, раз развязавшиеся кармические узелочки, становиться богом мира прави. Вот тогда можно говорить там о том, чтобы в следующие развернуться где угодно, потому что боги мира прави находятся со пределами пространства и времени. Противоречий-то нет, но нужно правильно понимать эти вещи. Поэтому читайте кощуны, там все разжевано. Да, только не забывай, что кощуны все-таки запрещена литература. А ее распространять запрещено, а читать, как можно читать, запретить личную вещь. Само собой, запретить нельзя, я просто напоминаю, что запрещена литература, а распространять ее запрещено. Здесь в чатах вот идет... Нет, а мы не распространяем, просто мы упоминаем. Мы не распространяем и не призываем товарищ майор распространять. Но если у человека она уже есть, а он ее не читает, вот тут вот как бы желательно, чтобы он знал вообще, что у него на полке стоит. Да, стоит вопрос, а зачем тогда оно у тебя есть, да? Так, вот Аркуинон дополнил дополнение к вопросу. Я как раз имел в виду те сущности, которые завершили свой круг воплощения на Мидгард-Земле, им ведь уже нет смысла тут воплощаться. То есть, ну приблизительно мы об одном и том же говорили. Да, и кучу времени на это потеряли. Есть Марс, Юпитер и так далее, и так далее. Нужно теперь сдавать экзамены перед Ярилой, чтобы уйти из его системы. Ну вот разобрались и с младшими братьями, и с средними, и те, кто уже поднялся на уровень, и те, кто уже готов сдавать экзамены с переходом на следующий класс или, может быть, оставаясь в том же классе в следующий кабинет одной школы под названием Ярила, или уже выход из школы с фанфарами, с поздравлениями, с цветами букетами и с последним звоночком. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Прощай. Та-та-та-ра-там. Ну ладно. Сигун, вопрос в эфир. Как быть, если любовь подменили кругом материальных суррогат? А, вернее так, прошу прощения. Кругом материальный суррогат. Вот так вот правильно звучит. Как быть в основном молодым, когда гормоны или нет возможности попасть к вам на посвящение, а зомбируют капитально в направлении основного инстинкта, в кавычках? Нет возможности попасть на занятия, читайте духовную литературу, занимайтесь духовными практиками. Осваивайте хатха-йогу как фундамент тантра-йоги. Читайте литературу по тантра-йоге. Просещайте славяно-рийские народные праздники. Славьте мат, землю, ярилу, солнышко, красное. и научитесь любить, научитесь жить традицией. Ищите в своём месте проживания ведающих людей и задавайте им вопросы. Ведь кто ищет, тот всегда найдёт. Вот у меня был с ведоманом ведогором разговор. Я ему говорю, давно уже, много лет назад, я ему говорю, вот жаль белых офицеров. Они ведь не тому Богу молились и проиграли битву между Белой и Красной Гвардией и Красной Армией. Вот если бы у них был доступ к ведам, они бы такой ошибки не совершили. А ведоман ответил, а у них был доступ к ведам. Потому что кто ищет, тот всегда найдёт. Тебе же известно, вот он мне говорит, что многие дворяне находили староверов в Сибири, брали оттуда жениха или невесту для своих детей, ну в смысле девицу весту или жениха. Давали им светское образование и изучали веды ровно настолько, насколько им было это необходимо и сохраняли чистоту крови, породы и взаимоотношений и правильного мировоззрения. Те, кто хотел, потому что они знали, что есть опальные там староверы в Сибири и на Урале, и можно их учить, есть чему у них поучиться, можно и нужно. Кто мешал это белым офицерам сделать? Никто. Они такие же самые дворяне. И он говорит, я тебе больше скажу, ты в советское время, когда за одну строчку из ведической литературы, либо в психушку сажали, либо в тюрьму. Нашел такие? Я говорю, нашел такие. Ну, это кто им мешал? Так вот, я это к чему? Я к тому, что вот этому парню, который задал вопрос, я обращаюсь. А сейчас литературы море родноверческих общин растут, как грибы после дождя. Кто ему мешает познакомиться и войти в традицию прямо там, где он живет? Лень, матушка? Или нежелание здравомыслия развивать? Так, хорошо, хорошо. Следующий вопрос. Следует ли искать свою суженую среди той же варны? Людина среди людины, вой среди воев? Не будет ли препятствием в духовном совершенствовании варновые различия между супругами? Вопрос задал Аркуинон. Вопрос хороший, но он говорит о том, что мало знаний, мало человек интересовался. Ну, не хотите читать кощеные, читайте славяно-арийские веды, кстати, тоже запрещенная литература, но, если она у вас есть, в личном пользовании, поскольку там тоже сказано, что именно так и должно быть, супруги должны быть одной варны. И народная мудрость гласит, нельзя запрячь в одну упряжку вала и трепетную лань. И межварновые это уже не семейные союзы, а браки. Хорошее дело брака мне назовут, как раз приносят страдания. Владимир Куровский, руководитель ротового вогнища и его верховный волхов, рассказывал случаи жизни волхва, когда он пришел весь счастливый, радостный домой после встречи солнца и спросил супруги, любимая, ты хочешь, я тебе расскажу, как птицы гимн поют солнцу, как трава шепчется, восхваляя его, и как вся природа испытывает любовь к любой козявочке, птичке, волку, медведю и дереву, и траве, и все они хвалят и славят Всевышнего. А она ему отвечает, а знаешь, почему ты все слышал, чувствовал и видел. Он спрашивает, почему? Потому что вместо того, чтобы курей и свиней накормить, ты этой ерундой занимался. Вот иди корми курей и свиней, и не будет тебя всякая дурь в голову лезть. Вот это яркий пример меж варновых браков, когда потенциальный священнослужитель женился на крестьянке, то есть на хозяйке. И ей глубоко фиолетово, о чем советуется трава и какие гимны солнцу возносят птицы. Потому что она еще в варне воина даже не была. Чтобы хотя бы принимать это как должное, но еще не имея опыта слышать и видеть все это. Вот реальный ответ на реальный вопрос. Поэтому не хотите развода, ищите супругу или супруга своей варне. И будет вам счастье. Вопрос в эфир. Всеслав, большинству нам, светлым славян, ребят, пишите без ошибок, пожалуйста, потому что я читаю, потом приходится справить. Нам, светлым славянам, невозможно попасть к тебе на семинар из-за расстояния дальнего, например. Можешь ли ты вести эту светлую просветительную деятельность в видеоматериалах? Ведь если ты будешь годами изучать, будешь годами учить любви и прощению людей, и к тебе приходят на семинары очень мало людей, намного дольше мы будем просыпаться. Ответ простой. Вот эту беседу буквально в течение суток двое мы переведем в формат МП4 выложим в Ютуб и будет вам этот видеоматериал. А если вы имеете ввиду видеосъемки семинара, то это уже совсем другой расклад. Это уже попытки нюхать розу через стекло витринное, за которым она стоит, или заниматься любовью с женщиной через то же самое витринное стекло. Тогда уж лучше с манекеном, как сейчас в Европе некоторые личности делают. Да, и он тёплый, кстати. Да, он уже согрелся. Удобненько. Да, и народу много проходит, подскажут, советы дадут, как лучше. Да, и ещё буквально два слова. Вот человек смотрит видео, семинар, в котором, допустим, я там или другой преподаватель говорит, «Итак, закрыли глаза, начинаем прокачивать с помощью дыхания микрокосмическую орбиту из сердечной чакры одного партнёра, вводить луч энергии в чакру другого партнёра, создавая не только личные кольца, но ещё и восьмёрку. Люди сели в спортивных костюмах друг напротив друга, закрыли глаза и дружно засопели, синхронно дыша по микрокосмической орбите. И чему научился вот этот смотрящий видео? У меня вопрос. Как люди сопят закрытыми глазами. Он научится качать микрокосмическую орбиту с партнёром, не вступая с ним, с преподавателем и с ним, с партнёром, в биоэнергетическое взаимодействие. Но это же смешно. Поэтому все видео только просветительские, вот в данном случае вот это. А все учебные видео не могут быть видео. Это ложь или профанация. Хотя и то, и то, это две стороны одной. Хорошо. Аркуино, вопрос эфир. Как научиться пользоваться бородой? Не просто её отрастить, а вспомнить, как это делали наши предки? А при чём тут тандра-йога? У нас встреча по тандра-йоге. Ну да, можно сказать, что борода это антенны связи с родом, а род не может продлеваться без тандра-йоги? Да. Но как научиться пользоваться бородой? К этому вопросу у меня есть встречный вопрос. Представьте, что неполовозрелый мальчик, ни разу не испытывающий эрекции. Ну я этот ответ даю в таком ключе, раз мы о тандра-йоге говорим. Значит, эта йога половых взаимоотношений, правильных половых взаимоотношений. Вот мальчик, ни разу не испытывающий эрекции, приходит, допустим, к дяде и спрашивает, дядя, а как мне научиться зачинать детей? Дядя спрашивает, эрекция уже есть, нету, иди расти, иди взрослей, иди созревай. Поэтому, когда есть вопрос, как научиться пользоваться бородой, это то же самое, как научиться делать детей, не обладая эрекцией. Нужно просто эволюционно созреть, и тогда вы научитесь пользоваться бородой. А как вы учились ходить? Так вы учились ездить на двухколесном велосипеде. Вот так же научиться пользоваться бородой по мере созревания. В том случае вестибулярного аппарата, в этом случае осознанного здравомыслия. Хорошо. Так, следующий вопрос. Даже подсказку дам. С помощью совести и интуиции. Подсказал. Хорошо. Елена из Москвы задает вопрос в эфир. Какой астрологией пользовались наши предки нынешней неземной али была ведическая астрология? Она была и есть и будет. Просто у нас она называлась наука звездоведения. И вот в курсе духовного училища Александр ведет целый курс звезды и земли. Вел, вернее. Но все равно эти видеолекции по интернету гуляют. А сейчас ведическая астрология в России набирает обороты, растет как грибы после дождя. Называется джойтиш. Правда там индийские есть напевы во всем этом. Ну как и во всех ведах пришедших оттуда. Но здравомысленный человек очень легко как бы отделяет зерна от плевел. Тем более что плевел там очень мало. Там процентов на 90 все верно. Единственное что у нас было 16 ричная система. А там используется 12 ричная. То есть 12 созвездия у нас 16 чертогов. Но если вы джойтиш освоите то потом уже скажем наши звезды и земли вам освоить будет легко. По крайней мере не нужно ломать голову об западную астрологию. Учите джойтиш то что сейчас доступно. Это ведическая астрология. Просто упрощенная слегка. Хорошо. Следующий вопрос. Буй готов. Ингвар задает. Вопрос в эфир. А возможно ли похоть к собственной жене или мужу? Ну мы уже говорили это вдоль и поперек. если это похоть то это психическое нарушение а если это половое возбуждение так это признак здоровья. Просто нужно использовать его не ниже чем на сердечной чакре. Вернее не его а ее. Нет его половое возбуждение. Нужно его брать перегонять в сердечную чакру и делать детей. А еще лучше вишутху или в третьих глаз или сахасрарачоку. То есть в уста в чело и в родник. Хорошо. Просто так я представляю себе здоровые отношения и такого похотливого. Я такой семья сада маза. Ну что кто сегодня у нас будет в какой роли? Ну давай ты сегодня костюмчик одеваешь и так далее. Вот это представляется похоть. А зачем тогда жена дешевле нанять платную девушку? Потому что жену надо каждый день поить, кормить, одевать, обувать, обучать, охранять. Ну вот все обязанности мужа. Зачем такая заморочка и запохать? Не, может быть они с этого и начинали, а потом поняли, что друг друга полностью достойны, полностью соответствуют друг другу. Зачем как-то на сторону бегать, кого-то там искать, шугаться, а тут все нормально, дома, два маньяка под одной крышей, как хорошо, как и весело. Психушка прям в домашних условиях, тапочки домашние, все условия. Так что может быть, может быть, не знаю, не знаю. И пробовать в принципе не собираюсь. Да не вопрос, но вопрос, это уже к тантра-йоге не относится, только и всего. Ну да, это палата номер 6. Да и к традиции тоже. В домашних условиях. Ладно, дальше вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Всеслав. Может ли человек средних лет, пивший, куривший в молодости и уже будучи не девственником или не девственницей, как и большинство народов в России, но бросивший вредные привычки, развивающий свои тонкие тела, искренне полюбивший и встретивший человека всей своей жизни, взрастить добродетельное потомство? Конечно, да. И все, да? Ну, а все остальное, извините, это нужно лекцию читать часов на восемь. Проще ответить, конечно же, да. Понятно. Так это очень просто и очень доходчиво. Вообще, такие вопросы часто возникают. Разреши, там пять копеечки своих, тоже в копилочку положу. Дополнением будет изучите сайт Родобожия. Там все давно написано вдоль и поперек. Эта тема уже и по диагонали рассмотрена и предложена читателям. Не ленитесь, читайте сайт Родобожия. Смотрите фильмы сайта Родобожия. Ну, ладно, хорошо, если ты уже продолжил, то я пять копеечек не буду класть. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Олега, а нет, это уже был. Вопрос из Мытищ от Владимира. Здравия, Василий Слав, вопросов по сексу нет. Есть вопрос, как отбиться от детей, уже проходу не дают. Где взять личное время? Не понял вопроса. Я подобный вопрос по подобной теме задавал вопрос одной молодой мамане. Я ей спросил, а вы любить их не пробовали? Детей имеется в виду. Ну, я поясню. Меня слышно, а то у меня опять со связи. Слышно, слышно. 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 У меня есть друг Вайшнав. У него восемь детей. И он их любит всей душой. И вы думаете, они ему проходу не дают? Нет, они построены. Вот он имеет двору, воина. Он их построил. Старшие учат младших. Младшие учат еще более младших. Они стирают, готовят, убирают, работают в саду, помогают в хозяйстве, в быту. То есть, у них день расписан как в школе, как в военном училище, как, я не знаю, можно сказать, как в школе. Потому что они еще как бы в военной дисциплине еще не созрели, но как в школе. и это самоуправляемая школа. А он занимается духовными практиками, трудится, а утром и вечером до труда и после труда они все его обнимают, он им сказки на ночь рассказывает, беды им рассказывает, вот, всех пообнимал, поцеловал и спать уложил. Но в течение дня они абсолютно ему проходу, нет такого, чтобы они прохода не давали. Потому что если что-то возникает непредвиденно, они спрашивают, мама, а можно спросить у папы или сказать папе или прийти к папе, потому что у папы есть своя духовная комната для медитации, молитв и так далее, пение гимнов. И мама говорит, я спрошу у папы, если да, то да, если нет, то завтра. всё зависит от того. И если дети в поле любви находятся, если отец в теме и может аурой накрыть всех, то ребёнку нет необходимости лишний раз доставать отца или маму. Они и так в поле любви, они и так через совесть интуицию считывают это всё и не нуждаются в физических тисканьях. Хорошо. Следующий вопрос. Анастасия Рыс. Вопрос в эфир. Всеслав, скажи, пожалуйста, подготовительное упражнение микрокосмическая орбита лучше всего выполнять в падмассане, перекрывая апанаваю? Или как? Можно и так, можно в ситхасане, потому что это наиболее совершенная поза считается. Для занятий тантра-йога и вообще духовными практиками. То есть нужно так складывать ноги, я по-простому скажу, чтобы не увеличивать активность нижних чакр, в данном случае половых чакр, а наоборот уменьшать их активность и с помощью микрокосмической орбиты возгонять всю энергию в верхние чакры. Когда верхние чакры, скажем так, ускоренно созревают, тогда легко справляться и с похотью, и с чрезмерным половым возбуждением, и управлять нижними чакрами. Поэтому ситхасана самый лучший вариант. Понятно. Здесь есть в чате такая просьба, если бы еще в беседах использовались не индийские понятия, а славянские, а то вроде информация хорошая, но как-то не всегда ложится хорошо на душу. То есть побольше наших понятных русских слов желательно. Эта девушка меня проверяет в теме или не в теме, терминологии и всего на свете. Будем считать, что проверки мы уже прошли многие, поэтому давай на проверки не будем как-то откликаться, а будем просто говорить теми словами, которые большинству людей понятны. Так, Ингуар, вопрос в эфир. Как же человек, который прошел уроки на земле, развился до нужного уровня, перешел в следующий мир, может внезапно оглупеть, чтобы его вновь вернули обратно? Я, наверное, внезапно оглупил, я не понял вопрос. Хорошо, но я здесь не вижу, что это по тантрическому вопросу, по тантра-йоге, или родобожество, наверное, затрагивает, но по тантра-йоге нет, поэтому можем смело пропустить его, тем более, если он тебе непонятен. Павел Режанин, вопрос в эфир. Всеслав, очень интересует вопрос. Если мужик, который всю жизнь выпивал, курил годы и ел мясо, но он очень-очень добрый и светлый, то он может стать Богом мира праве? Ребята, Богом мира праве может стать только Бог мира слави, который завершил цикл эволюции в этом статусе и возжигает из себя и своей супруги единственной половинки звезду, уходя за пределы пространства и времени. Поэтому давайте сначала этот мужик станет совершенным Богом мира слави. И он, кстати, тогда избавится от всех последствий, всех тех греходеяний, о которых было перечислено. Здесь в чате Ингвар пишет, «Ничего я не проверял, странные подозрения». Ингвар, ответ был на вопрос от Анастасии Рысь. Твоего вопроса просто не понял, Всеслав, поэтому мы его прочитали, но ответа не было. Идем дальше. Павел Режань, вопрос в эфир. Всеслав, как взять благословение богов и предков, чтобы люди на французских интернет-просторах, где я распространяю Ведогора с переводом на французский, интересовались материалами Ведогора и нашей культурой? А то я один делаю это, и никто не помогает, все молчат. Кому бы не обращался, только один соратник и знакомый, светлый Гой, который продвигает Ведогора в Германии, помогает. Я думаю, нужно обратиться в йога-лагерь Ауру на сайт Оумру и на сайт Кощуны.ru и те, кто ведут эти сайты, они, я думаю, откликнутся и будут помогать, потому что фактически это одно общее дело. Но какое-то отношение имеет к антро-йоге, это что-то никак понять не могу. Ну поскольку у нас вспоминается слово Рода Божий, так или иначе мы и пересекаемся. Ты же в сам передаче говорил, что по сути делает одно и то же. Да, но я же ответил. Хорошо, ответил. Потому что вопрос, в принципе, тема правильная, вопрос хороший. Просто старайтесь по теме вопросы задавать. Мы же не последний раз эфир ведем, будет другая тема, будете другую темную вопросы задавать. Я когда вначале спросил, какие впечатления, нужно ли нам делать это, нужно ли такие передачи записывать для того, чтобы потом их выкладывать в эфир, то в общем-то где-то так 50 на 50 разделилось. Многие сказали, что да, это все здорово, да, это все хорошо, но лучше все-таки живые эфиры. Просто так иногда получается, что живой эфир невозможно провести или не уверен, что он получится в это время. И поэтому выбираются такие моменты, когда есть возможность поговорить, причем поговорить сосредоточенно. Вот сейчас мы же общаемся на свободные темы, которые приближенно связаны с тантра-йогой, но все-таки получается довольно широкий, обширный. И если так проводить эфир, то в этом случае он может растянуться на 2, на 3, на 4 часа. А здесь мы меньше чем за час уложились, все подробно рассказали, потом у нас звук был достаточно хороший, то есть следили за тем, что если сбой произошел, мы этот сбой убрали и записали заново этот кусок, который не получился. То есть полустудийная работа получается. И в этом случае и донесение информации лучше, мне кажется, и подача информации более простая. И, Всеслав, когда что-то говорит по заготовленному, он в этой теме держится, а я, естественно, в этой теме помогаю ему раскрывать тему. И самая главная тема при этом раскрывается. А когда мы скачем от вопроса к вопросу, то это понемногу ни о чем. Да, вот такие эфиры, где сначала проходят записи, а потом мы можем раскрывать уже в вопросах, мне кажется, это тоже хороший ход, который сегодня сам собой родился. Так что, получается, у нас есть живые эфиры, где живое общение, есть эфиры в записи, а есть эфиры в записи, и потом еще автор, то, что говорится, на сцену, и давай-ка, дружище, вот тебе микрофон отвечай. Вопрос от Елены из Москвы. Как встретить свою вторую половинку? Помолиться родным богам, и они организуют эту встречу. Или просто стать достойной второй половинки, да, некоторые еще отвечают. А это то же самое, да, ты правильно добавил, потому что само обращение к родным богам предполагает достоинство, а отсутствие достоинство, не предполагает обращение к богам. Как был в фильме одном, герой фильма, совершил злодеяние, а получилось еще как бы круче, чем он предполагал. Его поднимают и удивленно спрашивают слух, неужели бог умнее меня? Хорошо спросил. А я хочу добавить, дело вот в чем, у нас сейчас многих приучили к тому, что надо о чем-то мечтать большом и великом. Ну, к примеру, девочек обучают, что надо ждать своего принца или найти своего принца или привести к себе в жизнь принца всякими различными способами, то есть взять от жизни все, но при этом не обучают, что самой необходимо быть хотя бы на уровне принцессы, ну, я в кавычках это говорю, принцесса, принца. То есть желать что-то высокое, возвышенное, хорошее, но при этом самому не надо ничего над собой делать, не надо самому меняться, не надо самому совершенствоваться. Вот это очень серьезная проблема, которая сейчас есть в нашей жизни. И поэтому если человек ожидает свою половинку очень высокого уровня, то в этом случае надо к зеркалу подойти, посмотреть на себя и задать себе несколько простых вопросов. Примерно такого же плана, по которым будет судить человек о своей второй половинке, которую он ждет. И если на эти вопросы он четко даст ответы, если эти вопросы вообще не вызовут никаких проблем, то он поймет, что вот да, он готов к этой второй половинке именно так, как он ее ожидает. Если же вдруг вот эти вот возвышенные, слишком завышенные критерии, заданные себе в зеркало, останутся без ответа, или ответ будет, ну, знаешь, зеркало там может ошибаться, оно не все точности передает, ты, конечно, красивая, ты, конечно, принцесса, но вот так вот получилось. Ну, не переживай, ничего, ничего. Вот, в этом случае вопрос, а кого вы ждете-то? К себе какие вопросы вы можете задать и какую вторую половинку притягиваете? Если лягушонок, например, хочет жениться на, скажем так, на жирафе, но это его проблемы. Ну, что ж, я смотрю, вопросы вроде бы мы все прошли, и, в общем-то, наверное, можно заканчивать сегодняшний наш такой блиц-ответ на вопросы, которые поступили после премьеры нашей с тобой записи. Ведах есть еще понятие беспричинная милость богов. Это к твоему ответу. В этом случае лягушка может выйти замуж за принца или за царевича, но она должна быть царевной лягушкой. В общем, читайте и слушайте древние наши русские сказки. Там не просто лягушка, именно как ты сказал, и даже не царевна лягушка, там царевна, царь, от слова царь, царевна, которая заключена в образ лягушки, а не наоборот, лягушка заключена в образ царевны. Вот это весь подвох сказки и четко распространяется. Была она великой жрицей, на гордыне попавшейся, за что ее Кощей Бессмертный наказал, фактически представитель Чернобога на земле. Ну что ж... Ты прав на 100%, уважаемые слушатели, изучайте родную традицию культуры. Там веды упакованы в русских народных сказках, в песнях птицы Гамаюн. Даже не обязательно читайте экстремистскую литературу. Хорошо. Ну что ж, давай пожелания нашим радиослушателям будем раздавать. Здравомыслие, здравомыслие и еще раз здравомыслие всем желаю. Желаю, чтобы вы знали вообще, какому великому народу, с какой великой культурой вы принадлежите. Изучайте это наследие, эту культуру. Для чего соратники рода Божия ночами там не спят, лишний раз не могут выйти из-за компьютера на природу. Да вот те же самые песни птицы Гамаюн и в статьях, и в аудиодорожках, и в видеофильмах, а посещаемость минимальная. Ну и надо даже руки опускаться. А ведь это чистые веды именно в нашей родной традиции. Наилучшее для понимания нашего народа. Ну что ж, будем считать, что вот такое напутствие на ближайшее время, которое поможет нам не просто быть впитывающими что-либо, а еще и перерабатывающими впитавшиеся в нас, впитанные в нас и созидателями на основе того, что мы в себя впитали и переработали. Напомню, что сегодня у нас 19 марта 2016 года. Это по одному из современных календарей, по одному из старинных 18-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета шестица. Мы говорили про тантра-йогу, вернее, отвечали на вопросы после прослушивания программы, которая называлась «Тантра-йога и рода Божия. Сходство и различия». Главный ведущий у нас был Всеслав Глоба, за что ему низкий поклон. А всем вам, наши радиослушатели, большая-большая человеческая благодарность. С вами был Народ. Поддерживаю эту благодарность, потому что какие бы всё-таки незрелые иногда вопросов-то не были, но раз вы интересуетесь, то вы уже достойны благодарности. И я вам её приношу. С вами был Народное Славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Всего доброго. Народное Славянское радио для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Славянское радио Славянское радио Славянское радио